SCP-2210. Бюрократия. Объект номер SCP-2210 класса объекта Евклид. Особые условия содержания. Веб-сайт, IP-адрес и телефонный номер SCP-2210 заблокированы с помощью протоколов фонда. Жилой комплекс, в котором располагается SCP-2210, приобретен посредством подставных компаний фонда и населен в частности местными научными сотрудниками, которые не знают о SCP-2210. Список жителей смотрите в документе 2210-2. Для облегчения сбора разведданных об основных связанных организациях, с помощью сотрудника D1827-2 с SCP-2210 был заключен контракт в обмен на текущий взнос в размере 1483 долларов США, согласно договору 4053-5. SCP-2210 делает записи сделок с другими организациями, доступными для исследования фонд в архивном крыле зоны 75. Ради продолжения действия договора 4053-5, D1827-2 освобожден от опытов с объектами SCP и ежемесячной ротации, а также снабжен временным жильем рядом с SCP-2210. Исследователи, назначаемые на работу с SCP-2210, должны быть проинформированы, что D1827-2 является агентом фонда с секретной миссией. Каждые 30 дней с 24.08.65 D1827-2 используется для предоставления SCP-2210 ежемесячного взноса. После этого он помещается в капсулу временного содержания, оживляется ко времени взноса и инструктируется с помощью документа 2210-A. Описание. SCP-2210 представляет собой страховую компанию, которая специализируется исключительно на аномальных объектах и инцидентах. Телефоны компании начинаются с кода 73I. Сайт компании www.com указывает ее адрес как 4I Avenue Quaternion, Los Angeles, California, 9001. Поэтому адресу расположен жилой комплекс, который обычно не проявляет аномальных свойств. Однако, если в здание входит человек, осведомленный о SCP-2210 и ее целях, он попадает в экстрамерное пространство, напоминающее современный офисный комплекс. Обитатели SCP-2210, далее SCP-2210-1, напоминают не аномальных людей в современной деловой одежде с названием компании, вышитым на рубашках. Однако, все их общение с посетителями сводится к убеждению его в подписании контракта. Когда человек входит в SCP-2210, к нему приближается экземпляр SCP-2210-1, напоминающий человека европеоидной внешности противоположного пола, приветствует его по имени и кратко рекламирует услуги 2210. Вместо того, чтобы позволить посетителю выбрать договор страхования, экземпляр предлагает конкретный контракт, который неизменно имеет отношение к обстоятельствам клиента. Предполагаемые контракты варьировались от замены аномального объекта до предназначения пространственного лимба и удаления древней сущности из плоскости бытия. Хотя SCP-2210 классифицирует все контракты как страховые, фактически он производит не только страхование аномальных объектов или происшествий, но и обеспечивает финансирование для покупки и или изучения аномальных объектов, поставку различных деталей, весьма экзотического оборудования, в целом выполняет различные задачи и запросы, которые тем или иным образом относятся к аномальным предметам и происшествиям. Согласно документам, полученным при помощи договора об аномальной разведке 4053.5, SCP-2210 регулярно обслуживает различные связанные организации, такие как Развлечудов Индастрис, Длань Змея, Маршал Картер и Дарк, и теперь все путем. Хотя никто из подопытных не сообщал о наличии внутри SCP-2210 каких-либо существ, кроме экземпляров 2210-1. При согласии на заключение контракта SCP-2210-1 вынимает лист бумаги и гусиное перо, которое используется для подписи как клиентам, так и SCP-2210-1. После этого SCP-2210-1 отдает клиенту дубликат договора с подписями. Хотя отдельные детали контрактов могут отличаться, все они предполагают передачу клиентам, далее SCP-2210-2, экземпляру SCP-2210-1, который предоставил договор. Взносы наличными каждые 30 дней с момента подписания. Ежемесячный взнос также зависит от условия контракта, но всегда представляет собой простое число. Каждый раз при оплате взноса закрепленный за контрактом экземпляр SCP-2210-1 напоминает SCP-2210-2, что тот может расторговать договор. В случае, если взнос не будет предоставлен на 30-й день, SCP-2210 немедленно прекращает выполнение условий договора, в результате чего ранее предоставленное оборудование, персонал, замененные предметы и так далее немедленно исчезают. Клиенты сообщают о том, что видят экземпляры SCP-2210-1, наблюдающие за ними с расстояния и произносящие фразу «Пожалуйста, расторгните договор в ближайшее удобное для вас время, чтобы избежать повторных штрафов за просрочку платежа». По прошествии времени клиент также начинает воспринимать все адресованные ему телефонные звонки или физические письма, как содержащие такое сообщение. В случае неоплаты в течение 30 дней из владения клиента исчезает эквивалентная сумма. Эта сумма удваивается каждый раз и обозначается в счетах за коммунальные услуги, как пение за просрочку страхования. Кроме того, в присутствии клиента появляется бланк под названием «Обжалование пени за просрочку» с просьбой заполнить форму и доставить ее в SCP-2210 для апелляции. В случае, если клиент не имеет достаточного количества денег, чтобы заплатить пеню, из его владения исчезают объекты эквивалентной стоимости, а на месте объекта появляется бланк «Обжалование пени за просрочку». На записи, сделанной при помощи высокоскоростной камеры, видно, что в помещение входят неизвестные лица и уносят объекты, оставляя бланк. Если имущество и денежные средства клиента исчерпаны, его посещает неизвестное лицо в деловом костюме и в маске, хватает его и выносит через ближайшую дверь, после чего оба исчезают. Эти жертвы впоследствии наблюдались в SCP-2210 в качестве сотрудников, но игнорировали все попытки взаимодействия. Если клиент обращается для завершения контракта или приносит бланк «Обжалование», он получает бланк прекращения регуляционной информации с просьбой заполнить его полностью и передать другому экземпляру SCP-2210 в другом офисе на территории комплекса. В бланке используется сложный жаргон и терминология различных профессий, а также запросы на экзотические и, казалось бы, бесполезные личные данные о клиенте. К примеру, группа крови про бабушки по отцу, порода родителей его собаки, или страна, в которой были изготовлены транзисторы его телефона. Хотя вопросы и имеют некоторое отношение к клиенту, чаще кажется, что они были выбраны случайным образом. Если какие-либо вопросы формы не получают ответа, следующий экземпляр SCP-2210-1 не принимает ее, предлагая завершить заполнение. Если бланк успешно создан, получивший ее экземпляр просит клиента уйти и вернуться через 8 недель, требующихся для обработки формы. По истечении 8 недель экземпляр утверждает, что ввиду бюрократического инцидента форма стала недействительной и дает клиенту аналогичную форму с другими вопросами и просит повторить процесс. Успешное заполнение этого бланка ведет к тем же результатам и так далее. Попыткам расторгнуть договор также препятствует природу пространства, в котором расположен SCP-2210. Хотя оно и напоминает обычный офисный комплекс, на самом деле пространство представляет собой большой лабиринт, в котором нарушается как евклидовая геометрия, так и обычное течение времени, в числе пространственных парадоксов. Одновременный вход в комнату и выход из нее, хождение по потолкам и полу и движение по лестнице Пинроуза. Приложение. Договор 4535. Аномальная разведка. После изучения различных аспектов SCP-2210, глава его исследования доктор Т. предложил использовать объект в качестве разведывательной меры. Предложение было принято Советом О5-8 голосами против ПТ, после чего разработан план получения контракта с минимальным риском для персонала фонда. При помощи «Данные удалены» сотрудник Д-1827-2 был убежден в том, что является агентом фонда, после чего ему было велено принять предложение от SCP-2210, относящиеся к аномальной разведке. Д-1827-2 принял предложенный ему договор 4053.5. Аномальная разведка. Сразу после заключения договора на сервере в архивном крыле зоны 75 неизвестным образом появилось несколько документов. Указанные документы представляют собой выдержки из страховых договоров, видимо заключенных с SCP-2210, с другими связанными организациями. Каждую неделю выдержки исчезают и заменяются новыми. Ниже приведены документы, полученные в течение текущей недели. Копии предыдущих документов хранятся в архивном крыле зоны 75. Договор. Замена теменной доли Ким Сон Джу. Ежемесячный взнос 2111 юаней. Описание. Удаление теменной доли головного мозга Ким Сон Джу, нынешнего премьер-министра Северной Кореи, и ее замена модифицированным микроконтроллером Arduo, воссоздающим ее функции. Также клиенту Уильяму Шао предоставляется беспроводной портативный компьютер, подключенный к микроконтроллеру. Страхование. Также предоставляет гарантию на Ким Сон Джу, микроконтроллер и компьютер, и обязуется при необходимости выполнять их починку и замену. Статус. Договор расторгнут после смерти Уильяма Шао от сердечного приступа. Договор. Специализированный андроид-телохранитель. Ежемесячный взнос – 5023 доллара США. Описание. Джонатану Френску, нынешнему техническому директору компании, предоставляется постоянная охрана в виде андроидного охранного подразделения номер 15. Охранное подразделение номер 15 поставляется вместе с маскировочными оболочками из плоти. Страхование. Производит программирование телохранителей в соответствии с требованиями Френска и осуществляет периодические осмотры и техническое обслуживание для каждого андроида. Статус договор действителен. Договор. Поставка сердец. Ежемесячный взнос. 6 841 шведская крона. Описание. Каждую неделю культистам Аман Маспи предоставляется 300 сохраненных в формальдегиде сердец людей. Страусов, тигров, пингвинов, гремучих змей, бабуинов, муравьедов для использования в ритуале изгнания Аман Маспи, который пожирает мир. Статус. Договор расторгнут после отказа культа Аман Маспи от оплаты. В настоящее время культ проводит обжалование пени в отделе работы с клиентами. Договор. Розыск беглецов. Ежемесячный взнос. 263 доллара США. Описание. Каждый из исполнителей цирка Германа Фуллера оборудован устройством слежения, имплантированным в грудину или близлежащую область тела. Если исполнитель покидает цирк, поисковая группа страхования производит отслеживание, отлов и возвращение исполнителю в цирк с минимальными потерями. Статус договор действителен. Договор. Подопытные. Ежемесячный взнос. 2767 долларов США. Каждую неделю производится изготовление 10 стандартных универсальных подопытных людей подросткового возраста с удаленными центрами страха и боли, а также доставкой и передачей их в Развлечудов Индестриз для использования в тестировании качества продукции. Доктор Развлечудов не должен быть осведомлен об этом договоре. Статус договор действителен.